всем привет сегодня рассмотрим такой видосик как почти gif почти анимация его назову так это конечно не совсем то что вы подумали возможно смотрите я хочу сделать анимацию допустим клавиши да но в виде просто изображений я создал обычный редактор photoshop создал в нем получается прямоугольник определенного вида там наложил какие-то красивости наделал и хочу сделать так чтобы он допустим какие-то детали двигались и еще что-то для этого я взял шкалу времени выставил все значения то есть вот у меня здесь есть штучка которая будет передвигаться но из-за того что у меня сейчас шкала стоит в общем настроена уже видите да вот это вот как раз таки свой он передвигается лево вправо в данном случае просто справа налево передвигается если я запущу анимацию можно увидеть это ну и соответственно появляется с промежутком так скажем сдвигается исчезает в общем так здесь я создал много получается кадров 73 вышло но это конечно много но вода если что посмотреть у меня здесь пиксели 1700 пикселей на 450 это слишком много лучше делать изображение необходимых размерах иначе если их отсюда вытаскивать они выйдут не просветленные так скажем вот видите первый слой у меня идет слой прозрачности и соответственно изображение выйдет с прозрачностью вот окантовкой прозрачности так но если вы знаете как это делать просто создаете кадр я давайте какую-нибудь новую картинку быстренько создам там 150 на давайте на 30 прозрачный фон увеличим сделаем обычный прямоугольник для примера черный создадим сюда еще какой-то небольшой прямоугольник выберем цвет красный и все вот два прямоугольника создадим шкалу времени из данных деталек переключимся на кадры вот это у нас кадры каждый кадр будет воспроизводиться по определенной секунде здесь вот принципе вы можете увидеть для того чтобы сделать кадр добавляете плюсиком и допустим на этом кадре мы сдвигаем значение и вот так вот каждый кадр прорисовывается но это чисто так я быстро вам показываю так вот 8 кадров да нам надо четное создавать число для того чтобы мы получили вот такую вот картинку данная картинка мы будем получать уже в другой программе нам фотошоп выдаст изображение поштучно нам надо будет их склеить для этого мы будем использовать программа глу айти если я не ошибаюсь глуя айти ссылочку я вам предоставлю в описании эта программка у нас выбирает давайте сразу экспортируем вот эта анимация так скажем выделяем все переключаемся на получается вот эта штука там первые клавиши и нам необходимо вывести и данное изображение нажимаем стрелочку экспорт видео сейчас появится окошечко где у нас будет производиться так скажем рендеринг здесь есть последовательность изображений photoshop и adopt media x encoder нам нужно выбрать последовательность изображений выберем нашу папочку куда мы будем скидывать данные все картинки давайте создадим новую назовем бут выбор папки выберем формат png начать с 0 цифры 2 ну то есть две цифры у нас 8 кадров и принципе нам достаточно будет мы можем даже выставить одну цифру так заказная это у нас можно необходимые размеры выставить но мы выставим стандартные которые мы сделали допустим это сколько у нас было 150 на получается 30 до частота кадров принципе можем не менять наименование такое оставим рендеринг и в этой папочке сейчас мы у нее пройдем будет вот появились эти файлы 8 штук весит это все 15 килобайт теперь нам надо с помощью программы гуи айти давайте добавим эти все файлы получившиеся из photoshop и нам надо просто создать общий общую картинку видите да я нажимаю извиняюсь конечно я черную кнопку взял она здесь прям сливается смотрите выбираем колон давайте сделаем из двух колонок вот она то есть у нас две колонки по четыре изображения нажимаем save сохраняем в эту папочку boot png сохранить вот она появилась и и по сути мы можем в онрю закинуть эту кнопочку на само изображение точнее да теперь давайте создадим материал материал у нас будет образно движущий зайдем него так переключим материал как юзер интерфейс и включим для так скажем прозрачности маски чтобы у нас опасти маск появился теперь закинем сюда изображение наше и переведем его сразу в конверт текстур конверту текстур object из него мы вытащим ли бук так теперь у нас аниме шин пейс это у нас значение образно строчек а кстати насчет строчек нажимаем на единицу и кликаем по доске чтобы появиться но появилось значение это у нас значение просто стандартное значение так у нас четыре строчки ставим значение 4 и колонок у нас две ставим значение 2 так количество значений анимации у нас будет происходить вот отсюда так для переключения нам надо вызвать получается ноду и то что для переключения это у нас скорость переключения анимаций данных случаях давайте сделаем тайм можно подключить напрямую но лучше разделим divide разделить на какое-то значение давайте на буковку с нажимаем английскую и тыкаем по получается нашему рабочему столу так скажу это у нас будет параметр скалер параметр давайте его назовем таймди то есть типа разделенное время выставим значение минимальное вот давайте выставим от единицы до четырех ну или до пяти что-нибудь подобное это если вам необходимо замедлять время но давайте выставим от 0,3 до пяти а мы же будем выбирать дефолт значение выставим 0708 особо не важно там из-за большого количества анимации я допустим могу выставить значения 3 или еще что-то или даже еще больше так результат мы можем подключить напрямую видите да у нас циферки пошли для того чтобы у нас альфа появилась давайте добавим add подключим mask и нажмем на м чтобы появилась мультиплай мультиплай выставим констант а 0 и 0 констант b неважно она уже не будет работать по сути но для прозрачности достаточно если у вас картинка слишком темная появилась можем сделать так тоже выставим мультиплай подключим вот где-то в середину если будет единица она будет обычная стандартная светлая да если ну то есть стандартного цвета если мы выставим допустим 5 она немножко осветлеет в данном случае мы здесь и это не увидим это лучше на каких-то другого цвета допустим выставлять так и мы можем допустим поставим какой-то предмет давайте выставим кубик который в виде кнопочки и будет и применим к нему материал но как видите да у нас так как прозрачности как таковой мы не увидим потому что мы сделали прямоугольный куб она вот здесь где то есть то есть окантовочка там есть прозрачная и все вот получается что мы материала подали какую-то анимацию это я сделаю для нескольких уроков то что у меня получилось это вот такая вот штука давайте выставлю на этот же кубик материал как видите да прозрачность мультиплай я здесь совсем убрал если я его поставлю как я вам и показывал да там если допустим какое-то значение будет видите засветление идет знать изображение чтобы вот так были более ясно было если я выставлю здесь значение там 50 вы увидите что она слишком засветлен нет если вам необходимо все таки что такое делать единица стандарт так как у меня изображение получилось из 25 строк из 24 строк и из трех колонок то есть если посмотреть на само изображение вот она здесь я слишком заморочился но видите она более плавно проходит и это мне у меня в принципе очень радует если я выставляю дефолт валью вот здесь в параметре допустим значение единица видите скорость передвижения быстрее если выставлю там какое-нибудь значение 9 здесь видно прямо движение и это меня немножко смущает из-за этого мы примерно настраиваем необходимое следующий урок будет у нас по другой тематике если что друзья если вам это где-то понадобится напишите в комментариях что вы хотите с помощью этого сделать пока